Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами особенным индийским блюдом, которое стало настоящим фаворитом в нашей семье. Это черный масурдал или черная чечевица. Эта скромная бобовая культура обладает удивительным вкусом и питательной ценностью. Позже в этом видео я также раскрою самый важный секрет, который превращает рецепт в восхитительное и ароматное блюдо. Так что смотрите до конца! Черная чечевица богата белком, клетчаткой и железом. Она также содержит различные витамины и минералы, необходимые для нашего организма. Это идеальное блюдо для тех, кто следит за своим здоровьем и питанием. Давайте приготовим это простое и вкусное блюдо вместе. Нам понадобится рис, мы его будем варить отдельно. Черная чечевица, лук и пару помидоров. Также понадобится стандартный набор специй. Кумин, куркума, кориандр и асафетида. В первую очередь я промыла и замочила рис. Теперь очередь чечевицы. Промыв ее, идем варить. Я буду использовать скороварку, но и без нее черная чечевица варится довольно-таки быстро. Пока чечевица варится, нарезаю овощи. Теперь нам понадобится глубокая сковорода. Добавляем немного масла. С ги и сливочным маслом получается, конечно, вкуснее всего. В горячее масло добавляем кумин. Когда он начнет потрескивать, добавляем мелко нарезанный лук. Теперь можно добавить все остальные специи. Асафетида, куркума и молотый кориандр. Я также добавляю немного красного перца. Помимо того, что асафетида дает приятный вкус, она также помогает нам переваривать бобовые, чтобы не было вздутия. Обжарив специи буквально минутку, добавляем помидоры. Тушим их до мягкости. И сюда же выкладываем нашу вареную чечевицу. Доводим до кипения. Если есть смесь специй гарам масала, то можно добавить ее. Все, выключаем. Чечевица готова. Обычно я готовлю рис одновременно с чечевицей. Но сегодня получилось одно за другим. Мы с мужем любим коричневый рис, но классический вариант этого блюда с белым рисом. Варят рис в Индии двумя способами. Или в скороварке, или в большом количестве воды. У наших родителей артрит и диабет, поэтому мы привыкли готовить рис вторым способом. Считается, что так рис полезнее для тех, кто имеет эти болезни. Сперва доводим воду до кипения. Затем добавляем рис и варим до готовности. Я ничего в рис не добавляю, но если хотите, то можно немного подсолить. Когда рис стал мягким, откидываю его на дуршлаг. Все, наше блюдо готово. В дал, чечевицу, обязательно добавляем немного лимона. Это как раз тот важный ингредиент, который превращает чечевицу в ароматное блюдо. Также добавляем немного сливочного масла или масла ги. Чечевицу можно подавать и без риса. Черный масурдал стал неотъемлемой частью нашего повседневного рациона. Это сытное, вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить и подходит для всей семьи. Я настоятельно рекомендую вам попробовать этот индийский деликатес. А если приготовить это блюдо вместе с шаги паниром, то это уже будет не просто обед, а целый праздничный стол, которым можно приятно удивить гостей. Ссылку, где я готовила шаги панир, найдете в описании к этому видео. Спасибо за просмотр! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты и кулинарные приключения. До скорой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok